Наш вопрос адресован ко всем пенсионерам. Скажите, размер вашей пенсии около полутора тысяч гривен? Прежде чем возмущаться, что ваша пенсия гораздо меньше, послушайте работников пенсионного фонда. Они утверждают, что в среднем пенсионеры получают именно такую сумму. Наша съемочная группа побывала в пенсионном фонде Киевского района и разобралась в тонкостях государственных выплат. Увеличатся ли размеры пенсии и не повлияет ли ситуация в стране на их выплаты? На вопросы ответил наш корреспондент Денис Соколов. В пенсионном фонде Киевского района открывается единое окно. Сотрудники этого фонда обещают работать быстро, чтобы бабушки и дедушки не стояли в очередях. Задача действительно непростая, ведь пенсионеров в Одессе около 650 тысяч, и сумма выплат для них просто астрономическая. С начала года на выплату пенсии профинансировано, сумма очень большая, вдумайтесь, 10 миллиардов 427,7 миллионов гривен. В сравнении с аналогичным периодом выдатки увеличилось на 753 миллиона гривен. В бюджет управления пенсионного фонда только в Киевском районе поступило около 600 миллионов на 63 тысячи пенсионеров. Это по 9 тысяч гривен на каждого, а средняя эта пенсия всего полторы тысячи. Но не стоит забывать про судей, чиновников и депутатов. В некоторых случаях их пенсии достигают 15 тысяч гривен. Но пенсионный фонд заботится и о простых пенсионерах. Для них в Киевском районе открыли единое окно. В пенсионном фонде утверждают, что это позволит избежать очередей и беготни с документом, а сама служба станет менее коррумпированной. Для того, чтобы и те люди, которые сюда приходят, это люди пожилые, это люди, бывает, инвалидность имеют, чтобы они получали здесь то, что необходимо, и чтобы все было хорошо. Чтобы было совсем хорошо, пенсию в этом году подняли на 43 гривны. Все долги по выплатам обещают раздать до конца этого года. А в следующем обещают даже поднять пенсию. Будет ли это больше, чем 40 гривен, пока неизвестно.